Здравствуйте, ребята! Жизнь, наполненная смыслом, воспринимается тогда, когда в её пестроте, многообразии форм, в её соразмерности ощущается нечто прекрасное. Сегодня мы с вами познакомимся с темой «Жизнь, наполненная смыслом». Послушайте цитату Альберта Эйнштейна «Стремитесь не к тому, чтобы добиться успеха, а к тому, чтобы ваша жизнь имела смысл». Как вы понимаете смысл выражения «Чтобы твоя жизнь имела смысл?» Как понять свои истинные ценности? Как найти своё счастье? Как найти смысл своей жизни? Ответ кроется в глубине нашей души, в нашем внутреннем «Я», которая знает, что нужно для каждого из нас. Я думаю, вы нашли ответы на эти вопросы в притче «Кофейные чашечки», где профессор вуза обращает внимание студентов на поиск смысла жизни. А теперь подумайте, жизнь – это кофе, а деньги, положение общества – это чашки. Это всего лишь инструменты для поддержания и содержания жизни. То, какую чашку мы имеем, не определяет и не меняет качество нашей жизни. Иногда, концентрируясь только на чашке, мы забываем насладиться вкусом самого кофе. Наиболее счастливые люди – это не те, которые имеют всё лучшее, но те, которые извлекают всё лучшее из того, что имеют. А теперь послушайте притчу о смысле жизни. Учитель спросил ученика, куда и зачем он идёт по самому важному жизненному пути. Ученик растерялся и ответил, да я и сам не знаю. Видишь ли, – ответил учитель, – идя по самому важному жизненному пути, человек видит смысл в отдельных шагах и действиях. Приобретение знаний, служение полезной профессии, создание художественных произведений, строительстве дома или же знакомстве с миром – всё это по отдельности, конечно, имеет смысл. Но в чём же состоит смысл целого? Как только ты найдёшь ответ на этот вопрос, ты наполнишь смыслом свой самый важный жизненный путь. Давайте с вами поразмышляем над вопросами по тексту. Как вы думаете, когда человек должен начинать искать смысл своей жизни, и что для этого необходимо? Должен ли человек искать смысл во всём, что он делает, и для чего? Может ли смысл жизни человека меняться со временем, и от чего это зависит? Какой ценностью важно наполнить свой жизненный путь? Примерами обретения смысла жизненного пути являются наши современники из проекта «100 новых лиц Казахстана». Из учебника вы познакомились с историями людей разных регионов, разных возрастов, которые стремились к познанию, к самосовершенствованию. Абдесагин Рахат Би Толеген Улы – композитор, пианист, лауреат международных конкурсов. Какой ценностью наполняет он свой жизненный путь? Асель Далиева – чемпионка по Тогыс Кумалак, звезда казахстанского национального интеллектуального спорта, семикратная чемпионка мира по Тогыс Кумалак, 27-летняя Асель Далиева. Асель – первая и единственная спортсменка, которая стала мастером в этом виде спорта, что помогло Асель достигнуть отличных результатов. Абалайхан, Асельбай, чеканщик, кузнец, ювелир, мастер по коже и резчик по кости – единственный мастер Казахстана, кто, не считаясь со временем и затраченными силами, создал собственными руками шесть полных комплектов воинских доспехов с кольчугой. Кстати, первый опыт в реконструкции доспехов казахских батыров, воссоздания костюма знаменитого золотого человека. Какие качества характера помогают Абалайхану Асельбаю в ежедневной работе в мастерской? Всех этих людей объединяет стремление к познанию, к раскрытию своих возможностей и способностей, стремление к духовному росту. Приступим к творческой деятельности. Рассмотрите схему. Обращаю ваше внимание на высказывание Абрахама Маслоу. Жизнь – это процесс постоянного выбора. В каждый момент человек имеет выбор – или отступление, или продвижение к цели, либо движение еще большей боязни, страхом, защите, либо выбор целей и рост духовных сил. Выбрать развитие вместо страха раз десять в день – значит десять раз продвинуться к самореализации. Приведите примеры из своей жизни, когда вы выбрали развитие, а не страх. Поделитесь с членами семьи и одноклассниками. Смысл жизни не может быть придуман искусственно или навязан извне. Он может быть только найден в каждой совершенно уникальной, неповторимой, отдельно взятой человеческой жизни. Переходим к проектной деятельности. Поиск смысла жизни лежит в своеобразном самовоспитании и самосовершенствовании, которое можно начать с благодарности. Рассмотрите картинку, как вы можете выразить благодарность через поступки и дела. Разработайте план действий. Зачитаю вам наподствие Бориса Пастернака в стихотворении. Во всем мне хочется дойти до самой сути – в работе, в поисках пути, в сердечной смуте, до сущности протекших дней, до их причины, до оснований, до корней, до сердцевины, все время схватывая нить судеб, событий, жить, думать, чувствовать, любить, свершать открытия. Наш урок подошел к концу. До новых встреч!